Самый популярный вопрос молодых, как Валер, мам и пап, а когда можно и правильно забирать щенка у заводчиков? Мнения очень разные, у разных заводчиков мнения разные, но я придерживаюсь следующих правил. В принципе, щенка можно забирать после актировки. Актировка у собак мелких пород происходит в 60 дней. То есть после актировки в 60 плюс дней, по идее, щенок может ехать домой. Почему нельзя этого делать раньше? Ну, потому что раньше щенок еще кушает маминым молочком, где-то до полутора-двух месяцев, а уже к двум месяцам он уже может кушать сам, либо натуральную пищу, либо сухой корм. Это уже как заводчик кормит и, в принципе, может уезжать. Но так как мы все с вами живем во времена вирусов, то очень многие заводчики не отдают щенков, пока не сделают прививки. Прививки делаются в зависимости от вакцины, начиная где-то с восьми недель. Первая, это если набивак эурикан, если мультикан, то попозже. Вот. И ревакцинация происходит через 20-28 дней после первой прививки. То есть первую прививку делают восемь недель, да? Потом прибавляют 22 дня, и это получается где-то 2 месяца 3 недели, да? Еще недели две наблюдают щенка, и в принципе после этого периода щенок считается полностью вакцинирован и пройден карантин. Единственное, я вам сроки указала для прививок без бешенства. Бешенство раньше трех месяцев щенку не делается. Так вот, есть два варианта. Первый вариант. Вы забираете щенка после первой прививки. Подождав несколько дней, заводчик сделал первую прививку. Подождал, посмотрел, все ли с ним хорошо. Это где-то происходит в два небольших месяца. И все, вы можете его забирать. Но гулять вы с ним не можете. Вы должны с ним заниматься дома. Дождаться ревакцинации. Сделать ревакцинацию той же вакциной. Обязательно посмотрите, какой вакциной было сделано. Подождать 10-14 дней карантина и после этого гулять. То есть, в принципе, есть два варианта, да? Забрать щенка после первой прививки и небольшого карантина. И после второй прививки с карантином. Ну, то есть, грубо, да? У вас щенок может быть двух с небольшим месячный. Либо трех с небольшим месячным. Если же щенок должен лететь на самолете куда-нибудь далеко-далеко. Или, например, за границу. Так, Дамя, не мешай. То у щенка должна быть сделана, проставлена прививка от бешенства. Она делается в три месяца. И должно пройти 30 дней. За эти 30 дней вырабатываются у щенка антитела. То есть, даже если он летит в какую-то страну, где делаются потом специальные анализы, да? И смотрит наличие антитела на бешенство. У такого щенка будет все хорошо. Поэтому, если щенка покупают в дальний зарубеж или в России далеко, то щенок, как правило, улетает после четырех месяцев. Чем это хорошо, чем это плохо? Хорошо, что щенок полностью у нас привит. Плохо тем, что... Ну, четыре месяца это уже довольно подрочный щенок, да? То есть, мы занимаемся щенками уже активно, начиная, вот как пока не у нас, с трех недель. Уже мы учим первые команды, проходим этапы социализации. В это время щенки очень хорошо адаптируются и учат команды. Вы пропустите весь тот замечательный первый период, который щенки переживают, начиная с двух-трех месяцев. То есть, к вам приедет собачка уже довольно подрощенная. Вот, да, еще щенок, еще игривые, но вот этот совсем маленький мимишный возраст, он у вас закончится очень быстро, потому что так вот глобально щенки растут до 6-7 месяцев, потом потихонечку дальше растут. Но вот прям вот, видимо, щенка вы уже пропустите. Он очень быстро пройдет. Поэтому мы стараемся брать малышей маленьких, ну, у нас есть опыт, да, как вакцинировать, как ухаживать. Если у вас такого опыта нет, то ничего страшного, подождите, когда щенок будет полностью привит, и тогда забирайте. Единственное, да, у многих заводчиков стоимость на щенка стоит после актировки, да, ну, то есть в 2-2 с небольшим месяцев. Если же щенок находится у заводчика там до 3-4 и более месяцев, цена щенка может вырасти. То есть вы можете забронировать, но уже не по той цене, которая была объявлена изначально, а дороже. Ну, понятно, что это надо, как бы, щенка содержать, кормить, ухаживать. Вот, и заводчик вполне может эту стоимость вложить в оценку щенка. Вот, итак, резюмирую, да, первые прививки делаются около 2-х месяцев, плюс с карантином. Это 2 с небольшим можно забирать щенка. Потом полностью вакцинированных без бешенства. Это 3-3 с небольшим месяцев. И с бешенством, и с карантином и антителами после 4-х месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok